И так, приветствую друзья и гости канала, что-то я сегодня такой уставший, наверное, все-таки болею, хотя я сегодня взял, все-таки пробежался 15 километров, что-то прям тяжело мне, прям, не знаю, то ли я уже старый стал, то ли надо бегать гораздо меньше, и темп держать гораздо меньше, но не знаю, я всегда, знаете, когда выхожу на работу, если я от работы не устал, значит, делал я что-то неправильное, то же самое спортзал, если я, например, в спортзале, например, не встал, выложился, то я всегда задаю вопрос, зачем я ходил в спортзал, знаете, у меня там есть некоторые такие интересные индивидуумы были, даже когда я был молодой, и у меня там некоторые, ну, типа, хвастались, вот, я после тренировочки прихожу еще домой и думаю, еще 30 минут пресс дорабатывать, доделываю, я думаю, нифига себе, думаю, я после тренировки даже поесть-то не могу, ну, реально, даже есть, не хочется и не можется, ну, есть хочется, тут не можешь, и понимаю прекрасно, что значит, не доработал на тренировке, раз появилось желание еще что-то поделать, то же самое касается и работы, я за рабочий день так устаю, что после рабочего дня уже не хочется ничего делать такого, там, не знаю, никому ничего не отвечать, даже если поздние сообщения, ничего не хочу, потому что даже трубку я после 8 часов вечера, даже стараюсь трубочку не поднимать, потому что считаю, что нужно уже отдыхать, время сейчас, кстати, 19.00, поэтому есть возможность в том числе и ответить. Итак, вы мне присылаете ссылку, всякие разные там горе-экспертов, которые в свою очередь делают определенные умозаключения по поводу ценообразования в Сочи, ну и, соответственно, делают анализ согласно Дон Клику, Авито, Циана и так далее, и согласно вот этим статическим данным делают выводы, что, оказывается, цены на недвижимость в Сочи поползли вниз. Кстати, я там ушел, нашел такие классные ссылочки, нашел квартиру в 78 градусов метров, прям как раз моя квартира, которая выставлена какими-то риэлторами из реала недвижимости, я уже им звонил, говорил по этому поводу, чтобы они убрали, как-то мою квартиру выставили за 15 миллионов рублей. И вот по этим ссылкам они вот берут и вот анализируют, анализируют, рисуют графики и так далее. Я посмотрел этот график, и вот если прям этот график умножить на 2, прям получится идеальная картина. Но, опять же, да, как бы вы помните, да, когда Бузова купила себе дом на Красной Поляне, начали там горе-эксперты утверждать, что цена дома явно завышена. Она купила за 100 миллионов рублей, но я знаю тот дом, он продавался за 170 миллионов рублей. Я думаю, вряд ли она купила за 100, я думаю, все равно миллионов 150. Я думаю, что она еще занизила цену, чтобы особо никого не драконить. А там у нас московские эксперты, они взяли там и проанализировали, посмотрели дома на Красной Поляне, почем продаются на Авито. И сделали вывод, что Бузова там себе дом купила там на 7,5 сотых земли, там в 300 квадратных метров, с ремонтом, с техникой, с мебелью, с баней, с бассейном за 27 миллионов рублей. Ну, такие, знаете, горе-эксперты. Вот здесь то же самое, вы мне присылаете. Я могу сказать, у меня есть программа Mirabice и есть Netflix, где, соответственно, выложены все те самые предложения. Я могу сказать, что там цена далеко вниз не ушла. Бывают отдельные случаи, во всяком случае, бывало раньше, да, там инвесторы могут там предложить какие-нибудь там скидки, какие-нибудь там еще что-нибудь. Кого-то там припекает, кто-то там переезжает. Но в целом такого прям глобального никто не готов идти на уступки. Ну, реально, никто не готов. И с землей, вот, например, я сегодня вместе снимал хорошие домики, там земля стоит 2 миллиона рублей за сотку. Соответственно, 5 соток – это 10 миллионов рублей. Плюс еще нужно коммуникации притянуть, плюс нужно то, плюс нужно это, а это еще дополнительные затраты. И априори, если земля стоит 10 миллионов рублей, дом не может быть. Я, кстати, приехал и увидел объявление на Авито и на Дом Клике, увидел вот объявление, что такие дома продаются у нас по 13 миллионов рублей. Просто я думаю, иногда, когда мне обращаетесь, думаю, откуда вы берете такие цены. Ну, опять же, да, сколько раз уже звонили, сколько раз уже разоблачали, сколько раз уже этого все делали. Вы, наверное, прекрасно понимаете, что, ну, не бывает волшебства. Да, я сегодня снял тонхаус за 18 миллионов рублей, показал. Да, это пока самый доступный тонхаус в городе Сочи. Ну, типа тонхаусом-то тяжело назвать. Как бы место, не могу сказать, что на любителя, потому что тонхаус, все-таки хочется, наверное, больше в черте города, где было бы все. Дома, например, сегодня снял, да, там по акции дом за 42 миллиона рублей. Ну, как понять, по акции за 42 миллиона рублей. Ну, такой дом, вот где-то буквально там, буквально там два года назад, два с половиной, такие дома стоили по 30 миллионов рублей. Так, конечно, цена у застройщика 49 миллионов рублей, а инвестор продает за 42 миллиона рублей. Завтра я эти видеоролики опубликую, да, чтобы вас сильно там не нахламлять, а то мне уже говорят, что там, Макс, ну, куда там по 7-8 видеороликов выкладываешь, мы даже не успеем вам смотреть. Поэтому я снимаю много, но беру, так поочередно выкладываю, чтобы сильно вас не душить, да, этими всякими видеороликами, потому что кто-то, например, может не увидеть там, например, предыдущее, что им понравится и так далее. Поэтому нормальные дома в Сочи, вот действительно, которых дом хочется, они стоят полтинник, полтинник, ну, 40, это я именно имею в виду черновые варианты. А те дома, которые, мягко говоря, ну, не знаю, и за 10 не нужно, они продаются по 20, по 25 миллионов рублей. Опять же, хорошие дома, они все равно покупаются, продаются, мне вот очень обидно за то, что я заснял один видеоролик, раньше времени показал то, что мне самому понравилось, и вот этот дом, который на Восхогордной, что его все-таки взяли в ипотеку, потому что, блин, мне он самому понравился, я пока считаю, что это то лучшее, что было. Ну, и вот, в общем, этой неделе у нас пройдет в сегменте 50 миллионов рублей, предел полтинника, будем искать идеальный дом, на мое усмотрение, это сейчас есть 5 домов, которые действительно крутые, которые можно рассматривать, и один из таких домов за 42 миллиона рублей я сегодня заснял, завтра еще вам немножечко поснимаю, потому что запросы есть, как бы в пределах 50 миллионов рублей, прям есть, ну, прям реально есть. Ну, люди, конечно же, которые выбирают себе за 50 миллионов рублей, они, в свою очередь, себе фантазируют дом, который стоит 200 миллионов рублей, ну, как бы, вот, вот, за 200 есть, но нам такой же, но за 50. Ну, и, само собой, еще раз сделал выводы, сегодня приехал снимать дом с ремонтом, там такой чмошный, ублюдочный ремонт, извиняюсь за выражение, извиняюсь, вот, если собственник смотрит, к которому сегодня приезжал. Ну, я, в принципе, вам так в глаза и сказал. Я даже снимать не стану. Ну, 45 миллионов рублей снимать для чего? Ну, чтобы просто постиваться, вы же знаете, я же не буду там нахваливать. Если я вижу, что цена неадекватная, я все равно это все скажу. И это получится больше не реклама, а антиреклама. Я знаю, что такой дом должен стоить 30 миллионов рублей, не больше. 30 миллионов – это потолок. Не больше 30 миллионов рублей дом должен стоить. Ну, больше он не стоит с таким ремонтом, ну, реально больше не стоит. Тем более, у меня аналогичные варианты с бассейном есть за 30 миллионов с ремонтом, даже за, да, за 29 я недавно снимал. А там без бассейна, без ничего, без территории. Так вот, непонятно. Сосед – это большой квартирный дом, где все смотрят, там, пучки кидают и так далее. Ну, не совсем то, что хочется. И, конечно, на следующей неделе уже я сниму вам дома, которые, я считаю, прям хорошие, в бюджете 100 миллионов рублей. В общем, так вот сделано, да. Кто-то скажет, а когда ты будешь снимать дома за 15? За 15 домов нет, в Сочи, за 15 миллионов. Есть у меня там, конечно, там, мне один из клиентов предлагает, там, деревянный домик в черешне, если не ошибаюсь, там, за 14 миллионов рублей. Ну, он такой, ну, знаете, такое, есть такое выражение на любителя. Ну, знаете, там, как бы, каждый, конечно, находит, да, некоторые же покупают себе страшные автомобили, да, вот некоторые же покупают же себе Nissan Juke или какой-то там Juke, там, или Kia Soul. Покупают же, ну, такие страшные автомобили. Есть же свой любитель? Есть. Или, например, вот покупают, там, Toyota, например, с правым рулем, микроавтобусы страшные, с этими колесами на 13, там, страшные, как я не знаю что. Поэтому есть. Но большинству людей все-таки есть определенные стандарты, которые они, вот, задают к дому, да. Вот правильно, что ты мне сегодня писал в комментариях, там, дом должен быть землей, я с этим полностью согласен. Но сегодня я был у своего покупателя, которому когда-то продал дом, и там было всего лишь 3,8 сотки земли, 3,8 сотки вместе с домом. Ну, как он все классно сделал, там еще немножко не доделано. Мы с ним снимем сюжет на этой неделе. Он расскажет, во сколько ему обошелся ремонт, расскажет, как он покупал, расскажет, что у нас там получалось, чего там у нас не получалось. И я думаю, вам будет интересно, просто интересно, да. Просто когда-то мы с ним общались, и он говорит, вот, мне нарисовали дизайн-проект, в принципе, говорит, можно, говорит, вот этот ремонт я сделаю за 6 миллионов рублей. У меня до сих пор даже с ним осталась переписка. Я говорю, ну как так, говорит, какие 6 миллионов рублей. 6 миллионов рублей, да не уложишься. Он говорит, а нет, вот мне дизайнер сказал, что уложимся. В итоге работу уже перекатил за 4 миллиона рублей, и общий всплывер, ну, да, ремонт в 188 квадратных метров уже перешагнул в отметку в 17 миллионов. Это 100 тысяч рублей за квадратный метр. Но ремонт делается хороший, нормальный такой, знаете, не цыганщина, но прям хороший ремонт. Я обязательно вам этот дом сниму, он мне дал, тем более, дал добро. Покажу, как действительно можно сделать нормальный ремонт в доме. Ну, реально покажу. И много чего расскажем по поводу особенностей местных, по поводу того, где он заказывал бассейн, по поводу того, где заказывал забор и так далее. Во сколько обходится забор, во сколько обходится бассейн. Чтобы вы примерно понимали, когда вы планируете взять дом, например, тоже самый черновой. А, ладно, сделаю ремонт. А, сделай то, а сделай так. И когда показываешь вам, может быть, дома не с таким ремонтом, то, может быть, есть смысл купить дом с ремонтом на первое время уже жить. Как бы, хотя чужой ремонт никогда никого не устроит. Это миф. Даже я, например, смотрел дома по 235 миллионов рублей. И даже у меня были моменты, которые я бы, например, в доме, если бы сам делал ремонт, поменял бы. Да, там, например, за 235 миллионов рублей, например. А, например, в хозяйской спальне нет санузла. Ну, я считаю, что в доме за 235 миллионов рублей, в хозяйской спальне, ну, просто обязан быть санузел. И обязана быть просто большая ванна. Ну, реально, я так считаю. И мне ванна нахрен не нужна. Но, например, в моей второй половинке она точно нужна. Сто процентов. Вот как бы так. Опять же, да, меня сейчас атакуют сильно арабы с этими предложениями. Я понимаю, раз они там сейчас меня начинают долбить со всех, как говорится, щелей, значит, у них не все так идет, как хотелось бы. Потому что, в принципе, многие уже прекрасно понимают, многие знают, что Дубай, прежде всего, это для сохранения денежных средств. Но никак не для приумножения. Все это прекрасно уже понимают, уже все обожглись. И продать в Дубае вторичку, это нужно будет, блин, очень таким везучим. Знаете, не талантливым, а именно везучим. Еще раз везучим. Поэтому, когда вы стоите перед выбором, что купить в Сочи или Дубае, ну, не знаю. Но, опять же, Дубай начинается, кто бы что себе не фантазировал, от 20 миллионов рублей. От 20 миллионов там начинаются те самые студии. За 5-6, как то, что вы себе нафантазировали, вряд ли вы когда-то сможете купить. Ну, а так бы так. Ну, а так, в целом, конечно, я в любом случае уважительно отношусь к чужому труду. Особенно те люди, которые берут и делают анализы, исходя из Авито, тем более, да, там берут и собирают статистические данные. Ну, это бред, конечно, просто. Это бред. Можно было сделать такой анализ, но лучше бы взять и, например, взять и посмотреть мои видеоролики. Так было гораздо проще. Я всегда указываю цену. И, например, можно было взять и поставить динамику. Как цены менялись с 2016 года, например, до 2022 года. Вот там вот динамика будет уже, ну, будет уже действительно та, которая есть на самом деле. Потому что я с первого дня, как начал снимать видео, хотя мне все говорили, что цены озвучивать не нужно, чтобы там человек позвонил, обратился, заинтересовался. Но я выбрал для себя такую концепцию, я всегда озвучиваю цену. Есть только два видеоролика, где я цену озвучил в долларах. Это на Мацесте дача одна есть и еще какой-то ролик, где я озвучил цену. А, и жилой комплекс, который называется у нас, как он называется-то, Витек, да? Забыл, как его назвать, на вытахе, где я цену озвучил в долларах. И даже когда ты цену озвучиваешь в долларах, все равно находятся люди, которые даже не могут там немножко, не знаю, там, ну, даже в голове у них не укладывается, что для них такая цена даже в долларах гораздо высокая и все. Что там говорить там про рубли? Город Сочи, недешевый город, сюда очень много вкладывают, в районы вкладывают. Каждый день мы слышим про то, что там развивается то и все. Каждый год у нас открывается какая-нибудь школа, каждый год открывается какая-нибудь школа. И детские сады открываются. Поэтому в Сочи сейчас, например, мы даже посмотрели, да, проехать. Сейчас даже пробки, например, даже в декабре и в ноябре. Народ, если раньше, например, там пробки были и народ был с июля по сентябрь месяц, то сейчас люди дают предпочтение жизни круглый год. Потому что жизнь не дороже, чем в любом другом городе России, но при этом жить здесь комфортно, да. Вот сейчас мы с вами едем, температура за бортом плюс 15 градусов, ребят. Плюс 15 градусов, понимаете, что такое? Плюс 15 градусов. Когда дочка сегодня не смогла на машине никуда поехать, потому что, говорит, просто там у нас, не знаю, друг у меня с Москвой полетел в Питер, говорит, лучше бы поехал на поезде. И, говорит, мы там около двух часов, говорит, круги нарезали, говорит, просто не могли приземлиться. Понимаете? Просто нарезали, говорит, два часа, говорит, круги нарезали. Там, говорит, жесть, что там творится и так далее. В Сочи, конечно же, такого нет. И поэтому, конечно, любой нормальный, здоровомышленный человек хочет. Хотя вот кто-то, как папа тоже сказал, говорит, там, видел девочку, которая там со слезами. Хочу снизок, хочу снизок. Ну, для этого, в принципе, есть вариант. Для этого есть вариант слетать, к примеру, на машине. Ну, как минимум, например, на Красной Поляне. На Красной Поляне уже снега очень много. Чем отличается снег на Красной Поляне от, например, от снега в Орске? Ты этот снег можешь есть. В Орске ты, если этот снег поешь, ты, скорее всего, отравишься и задохнешь. Вот как бы так. Снег действительно чистый, действительно крутой и так далее. Вот как бы так. Вот как бы так. А сейчас, да, плюс 15 градусов. Да, сегодня паспорт, но погода хорошая. Поэтому, конечно, молодцы, что делать аналитику. Но те люди, которые делают аналитику, рекомендую пересмотреть мои видеоролики. Всегда я озвучиваю цены, посмотреть одни и те же жилые комплексы. Например, те же самые Кватро. В Кватро цены тоже были в зависимости от этажа. Нет. Я нашел видеоролик, где я делал презентацию. Я сказал, что единственный жилой комплекс был в Сочи, жилой комплекс Кватро, где цена за квадратный метр не зависела от этажности. Что второй этаж, что девятый этаж, цена была абсолютно одинаковая. У меня такой видеоролик есть. Самый первый, когда я делал презентацию Кватро. И все цены озвучивал. Поэтому вот лучше по моим видеороликам вы можете сделать анализ. В любом случае, я всегда не стесняюсь. Если цена становится ниже, я с большим удовольствием эти предложения вам показываю. Если цена становится ниже. Потому что тоже я человеку, например, мог сегодня заснять этот дом за 45 миллионов. Но он реально не стоит. Вы там просто в комментариях просто меня заклевали бы. Он говорит, а почем такой дом можно? Я говорю, ну 30, говорю. 32, говорю, максимум. Он говорит, нет, мы не будем. Я говорю, ну вы не будете, так не будет. Самое интересное, что эти люди снимают жилье. Снимают жилье. Этот дом они сейчас сделали ремонт, пытаются сдать в аренду за космические деньги. Он у них просто так стоит, сыреет. И при этом они еще непонятно, что себе нафантазировали. С Дальнего Востока, кстати, людям. Вот как бы так. Поэтому вполне возможно, может быть, было бы так правильнее сегодня заснять за 45 миллионов. Чтобы вы там в комментариях просто там разорвали. Да, эти люди посмотрели бы, потому что они обратились к миру с канала. Потом бы через недельки 2-3, соответственно, они поставили бы цену, может быть, не 32, а там, ну поставили 35, и вы сказали, вот цены рухнули. Нет, не рухнули. Это дом они купили за 9 миллионов 800 тысяч, чтобы вы понимали. За 9 800. Ремонт, который они сделали, он обошелся не более, потому что там больше ничего не было. Ну, не более 10 миллионов рублей. Не более. Ну, и посмотрел такой вот ремонт. Ну, 20 миллионов себестоимость. Больше ничего не делали. Ну, сейчас пытаются продать за 45. Круто? Вам всем хорошего настроения. Ну, и, конечно же, мечтателям. Я вам завидую. У вас хотя бы есть о чем мечтать. А я сейчас даже не знаю, о чем мне мечтать. Хотя я знаю, о чем я мечтаю. Но это теперь будет секретная информация. Всем добра и пока. Субтитры сделал DimaTorzok